Фигуристка Камила Валиева рассказала о взаимоотношениях с тренерами. Очень счастлива, что был и первый этап Гран-бер-России в Казани в моей жизни. Учли все ошибки. Большое спасибо Тере Георгию Тутберидзе, Даниилу Марковичу Гельхенгаузу, Сергею Викторовичу Тудакову. Они видели на тренировках уже все. Были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание. Четверной тулуп я сделал на разминке. Но все в нашем виде спорта исходит из головы. Если есть сомнения, они выходят на старте. Рада, что удалось воевать первое место. Это хороший толчок двигаться дальше. Как бы мне сложно не было, какие бы мысли не закрадывались, я рада, что продолжаю. Я думал, в прошлом году было сложно, а это была подготовка. Я люблю этот вид спорта. Как уже говорил вчера, хочу выступать долго. Мы столько времени с Этерией Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. Как в семье. Бывает что-то непонятное, но большое ей спасибо. Она как вторая мама в фигурном катании. Пользуясь случаем, хочу поздравить мою маму Алсу с Днем Матери. Без нее бы не было ничего. Она меня доставала из всех ям, сказала Валиева. Камила Валиева пояснила ошибку в своем выступлении на этапе Гран-при в Казани. В ее произвольной программе на турнире в Казани была дополнительная секвенция с двойным акселем, что привело к потере фигуристкой более 10 баллов. Спортсмен несет ответственность. То, что я сделала недопустимые ошибки. Две секвенции, наша общая с тренерами ошибка. Но по большей степени моя. Надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось. Слайдинг, если увидим, то не в программе и по правилам непонятно, как его делать. Да, эстетически это было не то. Шоу обязательно. Сделала поклон и пошла в слайдинг. Будет чемпионат России, также будут некоторые другие мероприятия. Стараюсь совмещать спорт с другими направлениями, иначе выиграешь уже завтра. Победа на соревнованиях всегда поднимает дух, но и соперница прогрессирует. Я видел четверной луце Камилы, не Любовой. Рада, что есть поколение, которое не дает нам расслабляться, сказал Вальева. Полное наступление девушек на гран-при России в Москве смотрите на нашем телеграм-канале по ссылке в описании. На этапе гран-при в Москве в женском и ночном катании произошли эмоциональные моменты и драмы. Фигуристки проявляли чувства, слышал был нервный смех, тренеры волновались за своих подопечных. Софья Муравьева заплатила цену за свою чрезмерную упрямость, отказавшись продемонстрировать тройной аксель. Евгений Плющенко предупреждал ее и советовал не рисковать, но ее решение привело к разочарованию. С другой стороны Камила Вальева старалась следовать советам Этери Тутберидзе, активно работавшей над исправлением ошибок. Однако олимпийская чемпионка совершила серьезный промах, что подчеркнуло наличие проблем в ее взаимодействии с тренером. Борьба за медали гран-при в Москве у женщин началась с разнообразных выступлений. Синяя Синицын, открывавшая сильную разминку, испытала трудности в короткой программе, но смогла отыграться в произвольной части. Ее программа, исполненная с легкостью и точностью, принесла ей хорошие оценки судей. Вероника Еметова вновь впечатлила зрителей своим мощным и ярким выступлением. Ее исполнение королевы викингов вызвало бурные аплодисменты. Небольшая ошибка на двойном акселе не повлияла на общую картину, и фигуристка получила высокие баллы. Софья Муравьева стремилась отыграться после неудачной короткой программы, но ее упрямство привело к падениям и потере элементов. Ее выступление не соответствовало ожиданиям, даже несмотря на второе промежуточное место. Завершила выступление Камилы Валиева, которая, несмотря на изменения в программе и костюме, показала уверенность и стойкость. Ее произвольная программа была исполнена с мужеством, несмотря на некоторые изменения, и получила высокие оценки судей. Этап Гран-при России в Москве выделился успешными выступлениями ультра-россии, напряженной борьбой и высоким общим уровнем соревнований. Турнир парников оставил три пары, борющиеся за медаль, а вторыми финишировали Алена Косторная и Георгий Куница, проводя свой второй старт вместе. После короткой программы Косторная и Куница занимали седьмое место, что могло подорвать их настроение, однако в Москве они выглядели более сфокусированными, несмотря на ошибку в Тодосе. Улучшения заметны, особенно в секвенции, флип-аксель-аксель, подкрутки и вращения, которые были выполнены увереннее. Важным моментом было то, что Алена Косторная впервые улыбалась после выступления, несмотря на то, что им не хватило всего 11 соток для преодоления отметки в 200 баллов. Они улучшили свой личный рекорд на 7 баллов, хотя это еще не борьба за медали. Косторная и Георгий Куница показывают положительную динамику, став пятыми в этот раз и четвертыми в произвольной программе. Закрывали соревнования Александра Байкова и Дмитрия Козловского под руководством тренеров Этери Тутберидзе, Максима Транькова и Павла Сусаренко. Их выступление в первой половине было безупречным, но во второй части они проявили меньшую уверенность с небольшой погрешностью на выезде из выброса и замедленнее на хоре дорожке. Тем не менее, Байкова и Козловский уже сейчас готовы отлично. Козловский заявил, что им с Байковой нравится выступать на соревнованиях с Тутберидзе. На этапе Грань при России в Москве Этери Тутберидзе вводила пару на лед. Супер, нам очень нравится, когда нас выводят Этери Георгина. Вообще, я читал, были такие мнения, что когда за бортиком стоят 7-9 человек, это угнетает. Наоборот, это очень помогает, добавляет уверенности и сил. Выходишь из сильной группы поддержки, сказал Козловский. Также фигурист рассказал о заминке, которая произошла у них в произвольной программе. Мы настолько близко катаемся, что Саша попала мне в конек. Видимо, перестраховалась из-за узких бортов и немного добавила мне работы перед поддержкой. У меня были планы перед поддержкой отдохнуть, но у Саши оказались другие планы. Ну а женщинам надо потакать. Но вообще, это разовая ошибка. Кататься в условиях узких бортов нам нравится. Меньше надо толкаться, отметил Козловский. Хореограф Алексей Железняков рассказал, почему ушел из команды Этери Тутберидзе. Друзья, ушел заниматься своими проектами, времени катастрофически не хватало. Я не молодею, и пришло время плотно заниматься развитием своего дела, чтобы к старости не было мучительно больно, остаться на затворках и жить на одну пенсию. Жизнь хореографа и артиста балета тема жесткая. Если травма, ты никому не нужен. Возраст, ты опять никому не нужен. Так вот, кто вовремя не спохватился, тот остался в одном темном неприятном месте. Знаете, сколько я знаю моих коллег, которые в возрасте вдруг стали никому не нужны? Много, ребятка, много. И это печально, и я так не хочу. Вы должны меня понять и принять мое решение, как говорится. Должны, но не обязаны. Наш рабочий век тоже скоротечен. Работать на танцполе по 6 занятий в день, не за компьютером весь день присидеть, уж поверьте. Я, может, конечно, не выгляжу на 42, но, к сожалению, мне уже 42. Так что, друзья, делаем правильные выводы. Проработал честно 15 лет в команде, вложил детей все, что мог. Ну а теперь пришло время нового этапа жизни. Помните, как в одной мюристической передаче «Понять и простить», написал Железняков в телеграм-канале. Елена Ватиховская поделилась мнением о ситуации в российских танцах на льду. Мне кажется, основная беда нынешних российских танцев заключается в том, что с потерей возможности соревноваться за пределами страны, они оказались в замкнутом пространстве. Единственный эталонный ориентир в котором – это Александра Степанова и Иван Букин. Одиночное и парное катание пострадали от изоляции намного меньше. Во всех трех видах прогресс обеспечивает очень конкурентную среду. В танцах же она была разручена многочисленными перестороновками, в связи с чем резко снизился общий уровень катания. Всем реально нужен ориентир, но проблема в том, что Степанова Букин в своем нынешнем состоянии не слишком годятся на эту роль, как бы отчаянно судьи не пытались убедить нас в обратном. Танцоры хоть и постоянно наращивают кондиции, то пока еще заметно хуже самих себя того периода, когда катались у Ирины Жук и Александра Свинина. Это касается всего – программ, скорости, отточности элементов, способности удивлять. Сколько времени уйдет на реанимацию – вопрос риторический, хотя бы потому, что никто, кроме самих фигуристов, не ответит на вопрос, насколько им самим нужно сейчас прыгать выше головы, да и нужно ли вообще. Они – лидеры сезона с большой подушкой безопасности, их прекрасно судят, поскольку нет соперников. Это гарантированно позволит до этого выиграть все соревнования, не слишком напрягаясь, ну и зачем тогда. Но в целом, с учетом всего изложенного, ситуация парадоксальна. Можно сколько угодно ностальгировать по возможности вернуться на лед, где соревнуются реально сильнейшие. Но на практике российским танцорам эта возможность вообще ни к чему. Гораздо выгоднее продолжать существовать в параллельной реальности и искренне верить, что катаются они чуть-ничуть не хуже, чем кто-то где-то там, написала журналистка в телеграм-канале. Субтитры создавал DimaTorzok